Субтитры создавал DimaTorzok О коррупционных скандалах, о игре на тотализаторе, о том, в каких группах работают баскетбольные арбитры и руководители. А поговорим мы об этом сквозь призму телеграм-канала «Свисток как оружие». Группа баскетбольных арбитров, которые решили вывести на чистую воду всех и вся. Мы поговорим о конкретных суммах, о коррупционных историях из прошлого и о нынешних действующих героях судейского беспредела. Мы хотим сказать «нет» судейской вакханалии. Что же, начнем. В конце баскетбольного сезона 19-20 прошло уже 10 лет с момента той самой аудиозаписи, которая была сделана во время матча между «Динамо» и «Локомотивом». Вы же три четверти упирались на горнаны и сажали дохуяк. Но если этого не хватает, пусть идут тренируйтесь, Максим Олегович, ебаный житель. Нет, получилось так, они уже начали, блядь, уже трибуны кричат, кричит. Они охуялись, просто кинзура охуялись. Уже прыгает, уже просто прыгает, блядь. Если сейчас еще, блядь, еще было бы, блядь, что-то, что-то, блядь, 100%. Нет, здесь с нами было можно, знаешь, как, Сережа. Нормоник, Нормоник, Грех, вы, говорит, почему, почему не дали, блядь, фон, блядь, сухоцелку? Я говорю, блядь, ну, легкий контакт, он, говорит, блядь, ну, он чуть не убил его. Вы хотите, чтобы, блядь, сейчас началась драка, сейчас я устрою, блядь. Это легкий контакт, потом они вас с хуями там, эти некор, блядь, выравили, шуканенко технически, они вас с хуями, блядь, заодно мешают, нахуй, вы, блядь, молчите. Нахуя ему, я думаю, не понимаем по-английски, по-английски, нахуй, чё? Ну, тоже чё, в руках включаем, блядь, по-своему. Дело в том, что они завтра не покажут, что такое, блядь. Чё, чё? Они завтра не покажут, что такое. От вашей работы зависит будущее, Максим Валерьевич, может быть, моё? Всё, тут езжем. Значит, Викторич может сказать, что, блядь, локомотив говно полное. Вот Викторич может засловно передать, локомотив говно полное, блядь, понимаешь? И в том, где место едет каждый раз, блядь. Проиграли они сами, блядь, проиграли они сами, блядь. И пусть, блядь, попробует кто-то что-то сказать. Из этой записи мы получили, что Максим Астамович, некогда один из главных функционеров, пихает судьям за то, что они не могут выполнить поставленную задачу обеспечить победу локомотива. А заканчивается же эта аудиозапись звонком некому Викторовичу. Как мы считаем, здесь всё ясно и понятно. Этот Викторович, это... Сергей Викторович, президент... С 2003 по 2010 год. И казалось бы, когда всё дерьмо вываливается наружу, кажется, что коррупционная деятельность, блядь, остановится. Или, по крайней мере, станет меньше. Но это лишь усилило иммунитет этой самой системы. Вот и получается, что система после Чурского не ослабла, а стала только сильнее. И тому подтверждение финал четырёх Кубка России среди женских команд. Матч между Курском и ОГМК. Где Елена Чебунова? Фамилия лишь. Случайное совпадение. Дала непонятный свисток, свистнув фолл команде Курска. Там был ряд грубейших ошибок. Отсутствие фола. Фолл не должен быть пробивным. А также команде Курска должны были оставить 3 десятых секунды. Но даже после видеопросмотра, в котором почему-то не участвовали двое других судей, а только Ленок и Комиссар Курска, и они вдвоём, конечно же, решили в пользу команды ОГМК. Но это ясно и понятно, ведь фолл давным-давно пользуются благами ОГМК, проживая на предсезонных сборах в каких-нибудь хаятах. По итогу дело замяли, всех оправдали, а в соцсетях баскетбольного клуба «Динамо Курск» попросили вообще удалить все комментарии. Ну действительно, а что, скажем так, батон-то крошить на главного спонсора национальной женской команды? А что же, Леночка? Четыре года назад человек судил мировые форумы, а сейчас ничего, потому что в Европе тоже воруют, но знают грань. Попался? Отвечай. Или вы думаете, почему наши российские судьи в последнее время не судят никакие большие международные мероприятия? Также мы помним времена, когда чемпионство определялось ещё до окончания чемпионата. Всё определялось занесённым мешком миллионов рублей господину «Динамо Курску». И в таких чемпионатах, где чемпион, как я уже сказал ранее, определялся заранее, суммы на заказной матч для одного судьи варьировались от 5000 до 30. Естественно, долларов. А уж исполнители были поистине профессиональны. С вашего позволения прочитаю, чтобы постараться никого не забыть. Сергей, Сергей, Григорий, Игорь, 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 Леонид, Григорь, Рафаэль, Григорьев Александр, Радышкин Владимир, Сергей, Григорий Кураский и, возможно, некоторые другие. Вы уж извините, если кого-то забыл. Это были поистине мастера своего дела. Кто-то был профессионален и незаметен, ну а кто-то был максимальным идиотом и провоцировал драки на баскетбольной площадке. Но практически все эти люди уже отошли от дел и не берут свисток в руки. Да и в рот, в общем-то, тоже. Сменилось целое поколение головорезов и что же стало с системой сейчас? Давайте посмотрим. Опять же, с вашего позволения, зачитаю. Руководитель департамента судей сегодня это х**ов Владимир Дмитриевич. Бывший генеральный секретарь РФБ во времена того же ч**ово. Руководитель комиссии назначений. Комиссия, которая непосредственно определяет, какой судья будет судить конкретную игру, это м**ик Александр Борисович. И опять же, занимал похожую должность генсека во времена ч**ово. Председатель просмотровой комиссии, главного органа в стране по оценке работы судей и комиссаров, Комиссарский Григорий Исакович. Один из главных полевых исполнителей Суперлиги Б. Во времена кого? Все того же. Господина ч**ово. Поэтому напрашивается вывод, что в системе остались все те же люди, что и работали 10-20 лет назад. Поэтому за последние 10 лет эта система была усовершенствована. Она работает от подготовки судей до оценивания их работы. Тотальный контроль во всем. Системе удалось воспитать новое поколение людей, судей, головорезов, которые не только прекрасно исполняют свою работу, но еще и благодарны всем этим вышестоящим людям. Ну а когда из ВТБ ушли огромные деньги, так как Лига ВТБ стала совершенно отдельным соревнованием, осталось наживаться только на Суперлиге. Да, денег стало меньше. Однако меньше огласки, поэтому стало и зарабатывать проще. Система трансформировалась в четкую структуру. Для сейчас Константин Григоров составляет сетку назначений на игры. Ну а господин Грак, как председатель, может эту сетку назначений изменять всего лишь за 10% от неофициального гонорара. Также этот человек может спокойно взять шефство над каким-либо клубом на весь сезон. Скажем так, продает судей на весь сезон для какой-то команды оптом. Затем работу судей оценивает просмотровая комиссия, которую возглавляет господин Куринский. Ну а вершина всего этого айсберга – это Хлопов Владимир Дмитриевич. Ну да ладно, а кто же наши новые герои-исполнители? Стоит проанализировать всего лишь, кто судил последние финалы в мужской суперлиге и в женской премьер-лиге. И здесь начинается самое интересное. Потому что статистика дает нам четкую картину всех фамилий. Итак, и здесь я тоже зачитаю все эти фамилии. Дмитрий Семен – член просмотровой комиссии. Дмитрий Алексей – член просмотровой комиссии. Дмитрий Алексей – спортивный директор лиги ВТБ. Дмитрий Сергей – секретарь просмотровой комиссии. Мурин Антон – человек старой школы Теренова Сергея Викторовича. Дмитрий Сергей – вообще легенда времен Тургова. Дмитрий Сергей – член просмотровой комиссии. Дмитрий Евгений – национальный инструктор. Дмитрий Федор – председатель методической комиссии РФБ. Кровьев Антон, член комиссии назначений, Крова Елена, член просмотровой комиссии, Кровьев Сергей, Кровский Александр, Валерий Станислав, Валерий Ильич Юрий, Горячев Александр, Женюхин Максим, Клипов Алексей, Кровьев Евгений и другие. Извините, если опять же кого-то забыли. Как видите, в этом списке почти все действующие арбитры обладают какими-либо постами в ВТБ. А Алексей Чиновен имеет вообще власть в Единой Лиге ВТБ. В коррупции он, конечно, не замешан, но здесь другая история. Ведь Горяков, Кровский, они комиссарят в Единой Лиге ВТБ. Понимаете связь? Получают назначение в Суперлиге, а комиссары в Единой Лиге ВТБ. Эволюция системы! Сейчас вы можете сказать, что это всего лишь наши домыслы и облить грязью можно любого, но оставайтесь с нами, и вы очень многое поймете. Дело номер один. Заказчики и исполнители. И здесь мы хотим вам описать структуру всей этой системы. Как работают клубы с судьями, как они работают между собой, чтобы вы лучше понимали конъюнктуру. В процессе же, по сути, участвуют исполнитель и заказчик. И вот вам виды и подвиды заказчика. Клуб, который хочет выиграть, и его руководитель, принимающий решения. Тренер команды, которого не поддержало руководство, но он понимает важность игры и готов потратить на это личный ресурс. Группа игроков, в которой играет сатализатор и не нашедшая поддержки у руководства. Клуб, не участвующий в конкретной игре, но тайно атакующий другой клуб. Делается это с целью распределения мест в турнирной таблице, обычно. Ну и организатор соревнований, который курирует клуб, которому нужна поддержка. В каждом из таких заказов могут пересекаться или даже объединяться интересы и ресурсы. А дальше, друзья, начинается самое интересное. Это параллельные заказы, конфликты интересов и чистота исполнения заказов. Где, как ни удивительно, на первый план выходят такие вещи, как прошлые долги и обязательства, клановость или даже политика. Не все в итоге решает экономическая сторона вопроса. Именно об этих хитросплетениях мы и расскажем вам. Итак, как осуществляется заказ? Все зависит, конечно, от полноты отношений. Есть заказчики, которые уже годами на связи с исполнителями многое пережили, многое выпили вместе. Таким людям обычно вскрываются сразу же подводные камни, чтобы они приняли правильное решение и не были в обиде. Например, могут сказать, что вторая сторона тоже имеет интерес, что со второй стороны тоже предлагают деньги и немаленькие. Либо есть какой-то, например, контроль со стороны федерации. Такие коммуникации происходят, как правило, перед важными матчами или матчами плей-офф. Ну а заказчики с такими коммуникациями – это обычно руководители клубов или очень близкие помощники, которые проводят очень много времени с судьями. И стоит сказать, что многие стремятся стать человеком с огромными коммуникациями. Потому что чем шире и доверительнее у тебя круг, тем больше шансов у тебя понимать всю картину происходящего. Молодые клубы же иногда нанимают специально обученных людей, у которых как раз наработаны эти коммуникации. Ну а с годами руководители молодых клубов и сами нарабатывают такие отношения, и такие люди отходят уже на задний план и становятся ненужными. Очень часто судьи, которые уходят на пенсию, становятся именно такими людьми, которые помогают руководителям клуба выиграть тот или иной матч. Все очень просто, цель очевидная – встать в финансовый поток. Когда мы начнем рассказывать вам о каждом конкретном клубе, мы обязательно расскажем о конкретных людях, которые занимаются этой работой, стоят ли они в финансовом потоке и крысят ли. И хочется как раз сказать о видах таких крыс. Первый тип крыс – это судьи, которые крысят у своих же. Берут одну сумму на всех, но доносят до других лишь малую часть. Второй тип крыс – и крысят они на работе. Это администраторы, которые также берут одну сумму на всех судей, но доносят, естественно, все так же меньше. Ну и крысят, конечно, кураторы. Это которые берут сумму на год вперед или на сезон вперед, ну и распределяются ей, в общем-то, как хотят. На этом глава заказчики-исполнители заканчивается, и мы переходим ко второму делу. Дело номер два. Просмотровая комиссия. Кстати говоря, с точки зрения русского языка, наверное, правильнее будет просмотровая комиссия, но мне нравится больше просмотровая. А обратить бы внимание на эту проблему хотелось бы, потому что просмотровая комиссия должна определять качество судейства, но по сути дела расставляет судей, комиссаров, распределяя их по корзинам, как им вздумается. Большинство просмотров становится простой формальностью. Лишь бы ставить оценки судьям в нужном диапазоне и не снизить оценку самому комиссару. Тем, кому нужно, оценки повышаются, а если за судьей никто не стоит, то вся просмотровая укажет на все его ошибки, а возможно даже и что-то припишет. Зачем ненужные люди для системы? Ну а некоторые судьи и комиссары в наглую и открыто выбирают игры, которые им надо отсмотреть. И те игры, которые мне в коем случае не стоит отсматривать, тем самым улучшая свои позиции. И можно не говорить о том, что судьи просмотровой комиссии оценивают других судей просмотровой комиссии. Естественно, оценка там будет всегда отлично. Это кодекс чести нынешней просмотровой комиссии. За якобы прозрачной системой оценивания скрывается отличная коррумпированная система, где кукловоды дергают за ниточки. И если с кукловодом ты в хороших отношениях, ты будешь наверху. Если же нет, то как хорошо бы ты не судил, ты будешь всегда судить матчи низших дивизионов. Ставки на спорт – огромная часть спортивной индустрии. Как и в любой области, кто-то хочет быть успешным по правилам, а кто-то хочет обойти эти правила. Российский баскетбол не самая глобальная ниша. Есть лиги, на которых поднять можно намного больше. У российских контор ставки не блещут лимитами, поэтому миллионы выиграть невозможно. Максимальная ставка в суперлиге – 10 тысяч долларов, в единой лиге ВТБ – чуточку побольше. Если же ты игрок, то шансы у тебя минимальные на победу, но все-таки есть. Надо создавать просто группу, какую-то из игроков. Если же ты тренер, шансов у тебя намного больше, однако вероятность спалиться в том, что ты играешь в тотализатор, намного выше. А если тренер еще и хочет действовать один, получая при этом по 30-50 тысяч, то зачастую надо действовать во время матча и ставить лайф, а тренеру сделать это проблематично. Тренер также может войти в обойму международных агентов и сливать матчи, ведь самая верная ставка – поражение. Но, как мы понимаем, это удар по имиджу. Если же ты игрок единой лиги ВТБ, то в принципе в тотализаторе играть нет смысла, доход и так хороший. А если ты игрок суперлиги и твоя зарплата меньше 100 тысяч, вот здесь можно и присмотреться к ставкам. Естественно, вскрывать фамилии игроков и тренеров мы не будем, пусть зарабатывают как могут. Но есть некая группа судей, которая на этом зарабатывает. И зарабатывают они так, не влияя на матч, ставя на фолы и тотал. Кто-то играет на себя, кто-то на агентов, но, скажем, таких судей мало. Дело это туповатое и неприбыльное. Но, как правило, это случается так. Одна команда ведет плюс 25 после первой половины. Естественно, судям несложно развернуть ситуацию в обратную сторону и сделать так, чтобы проигравшая команда начала выигрывать, например, до плюс 8. При этом побеждает все та же команда, которая выигрывала плюс 25. Судьи выигрывают ставку и все счастливы. Либо еще один вариант. Когда судьи заряжены на победу, эти же судьи ставят на самих себя, как бы страхуя свой гонорар, страхуя свою победу. Так вот, если вы давно в баскетболе, вы наверняка вспомните историю, когда были пойманы судьи с аккаунтами в букмейкерских конторах. Так вот, можно смело сказать, что это совершенно безобидная история, потому что судьи ставили 3000-5000, не более, причем не влияя на результаты. Нашей честной федерации просто-напросто нужен был шум и видимость работы. По большому счету, никто так и не был разоблачен. Система как работает, так и работала во вторых эшелонах российского баскетбола. Существует мнение, что всю эту активность замутил Женька и забрала правая рука киньбанка. Но не в силу своей должности, сколько в силу лобби своей букмейкерской конторы, где он чуть ли не учредитель. Но это все, естественно, на уровне слухов. А вот фамилии легендарных ставочников в судейском корпусе мы назовем Товарищ Ков, который все свои последние годы просидел с туалетом в перерывах баскетбольных матчей. Товарищ Ков, организатор мелких ставок. Ну и товарищ Турбатов, который играет системно. Остальные же не так достойны внимания. Хотя Стасик Ков, пускай и по-крупному не катал, но по мелочи однозначно что-то добыло. Ну и резюмируя дело номер три, можно сказать, что ставки это больше для игроков и тренеров. Для судей тема ставок на спорт более безобидная. Судейский бизнес делается совсем иначе, не правда ли, товарищ Ков, организатор и Ков. И сейчас мы поговорим о вышеупомянутом самарском суде Станиславе Украине. Итак, матч МБА «Спартак», где Стасик немного перебздел и дал фол в концовке. Но Сопин забил и как бы Стасик не при делах. А вот если бы промазал, то могли бы и спросить, и даже оценку низкую поставить. В любом случае, такой свисток и называется страховка. О чем мы вам, друзья, и рассказываем тут. Стасик молодец, на будущее пашет. Господин МБА сидел на трибуне и все видел. И галочку лояльности в свой блокнотик он поставил. Итак, еще раз. По поводу правил баскетбола. Игрок имеет право выпрыгнуть параллельно вверх и приземлиться в ту же точку. Что Варнаков и сделал. И не важно, как близко к игроку с мячом. Хоть на расстоянии толщины бумаги. Плюс Сопин еще и уклонялся от контакта. В общем, забил, молодец. Но было очень близко, Стасик. Очень. А кто не в курсе, знаете. Активно работает с судьями. А также активно работает с ресурсами Московской Федерации Баскетбола. Ну а связующим куратором во всех грязных делишках является Сережа. Рубрика «Нам пишут». Добрый день, коллеги. Я являюсь молодым арбитром. Нахожусь, так сказать, под руководством Валеева Стаса. Большие перспективы на данный лад у меня имеются. В связи с увиденной правдой на вашем канале, хотелось бы побольше узнать о каких-либо фактах о Стасе. Ибо я так понимаю, что на данный момент от его слова и зависит моя карьера будущего арбитра. Спасибо за понимание. Мы отвечаем. Стас не кинет. Но мнение свое имей. Пока держись его. Он правильный стал. Раньше бухал. Сейчас не пьет. В церковь ходит. Похудел. В ВТБ у него в конце концов. Карьера вверх пошла. Папу слушает мало. В общем, растет пацан. По мелочи больше не играет. Крохи со стола, так сказать, не берет. Если играет, то лупит кого-то по-крупному. И то только по указке сверху. Дело номер пять. Самара-городок. От самарского судьи прямиком в город на Волге. И сейчас мы не будем вспоминать Самару в контексте красных крыльев, где решали судейский вопрос, обманывая друг друга. А сосредоточимся на одноименном клубе Самара и конкретно на Камо Сергеевича. Вообще, надо сказать, что Камо баскетбольный молодец. Он был и до красных крыльев, и после. Построил свой клуб и всеми доступными способами добивается своего результата. Но в сезоне 13-14 Камо полагал, что баскетбол это честная игра. Но быстро получил по щам. И понял, что нужно делать. В сезоне 14-15 Камо разводили все, кому не лень. Но несмотря на это, это не помешало Самаре выиграть регулярный чемпионат. Однако в плей-офф система взяла свое. И Самара вылетела уже в первом раунде от восточной команды во главе с... Камо же серьезно задумался в сезонах 15-16 и 16-17. И поручил судейское дело товарищу... Надеюсь построить хоть какую-либо систему. Камо, конечно, брал свое, но со старта дров не ломал. Всем по чуть-чуть, так сказать. Но сезон не удался, и Камо снова лег в восточной команде. Уже, правда, Сахалину. Но в тот сезон ловить было нечего. И в спортивных смыслах, и около. Терпение и вера погибли на... Таяли с каждым днем, что судьи могут решить вопросы в баскетбольных матчах. Поэтому в один из неудачных дней сезона 16-17 Горусский был отвергнут. И денег, соответственно, ему никаких не заплатили. Кто только не отвернулся от Камо в те дни. И выход был для него лишь один. Бежать наверх. К Камо? К самому Куни. Поэтому сезон 17-18 прошел под патронажем Куни. Но даже тут был большой минус. Против живых денег не попрешь. В тот момент, когда все конкуренты перешли на тарифы 50-100 тысяч, Камо предлагал всего лишь 30-50 тысяч рублей. В итоге чистая экономическая ошибка не позволила Погасову преодолеть Приморье в финале Суперлиги. При счете 2-2. Тогда на финал Суперлиги приехал примерно от полутора до двух миллионов рублей. Каждый судья получил по 500. А конкретно... А Суперкин с Суперкиным взяли золото. И все были счастливы. Ну, кроме нашего Камо. Из достоверных источников, диалог после проигранного матча между Камо Погасовым и спонсорами команды был таков. Спонсор. Ну как же так? Камо. Да блин, как с ними играть? Они судьям 2 миллиона привезли. Ты спонсор. А что? У тебя 2 миллионов нет, если речь идет о победе? Я разве мало даю? И тут наш Камо все понял. Под угрозой оказалось будущее. Пришлось менять жизненную философию кардинально. Камо взял копилку и поехал в Москву. К Мурку и Куракову. Надеюсь, вы помните, кто это такие. И все обиженные на Самару закидалова последних лет сразу же обо всем забыли. Забыли косяки Кама Сергеевича и начали исполнять волю РФ. На игры стали приезжать надежные линчеватели клана. А в Москве. Но сезон 18-19 был сложный. Из тюрьмы вышел. И вынес регулярку на одном дыхании. Дважды победив Самару. Такие живые бабки точно никто не отменял. И вот уже прогнозировался финал Самара-Сахалин. Но Камо не мог допустить этого варианта, вспоминая все свои поражения дальневосточному еврею. Ему было очень страшно. Все ресурсы были направлены на полуфинал Питер-Сахалин. В пользу Питера, конечно же. Собирали всем миром. Даже сам Захар п**кидывался. Самара п**ки не оставили никаких шансов Сахалину. И Самара наконец-то взяла свое чемпионство. И мы считаем, что заслуженно взяла, ведь на войне все средства хороши. Вот так за 4-5 сезонов Камо Сергеевич п**ки прошел с честного руководителя до верхушки российского судейства. Что будет дальше? Посмотрим. Это легенда. Профессионал. Мастер своего дела. И насколько же примечательно, что, не побоимся этого слова, лучший человек не было в свои годы, настолько незаметен в публичном поле. Человек, надо сказать, прошел школу СССР, а тогда еще не существовало такой коррумпированной системы вертикали. Тогда за откаты не назначали. Тогда надо было уметь судить. И этот человек реально умел. Б**к работал на нескольких чемпионатах Европы, на Олимпиаде. О полуфиналах и финалах чемпионата России вообще говорить не о чем. Это был лучший солдат Черного, который лез в самое пекло и решал любые вопросы. Ну и на самом деле мы даже рады, что у Сергея Б**ки сейчас все хорошо. Из-за его профессионализма судьба его хорошенько отблагодарила. Три-четыре квартиры в Ульяновске, дом на Черном море, спокойная пенсия и тихая работа комиссаром. Ну а теперь небольшая история, которую, кстати говоря, возможно и так все знают. Она о Владимире Б**кинове времен Питера и о Сергее Б**ки, собственно, нашем герое. Звонок в Ульяновске. Назначают встречу. Встречаются у гаража. Б**к открывает гараж. Где беспредел? А там охуительный Мерседес. И говорит, выиграем, будет ваш. И как думаете тогда, выиграла команда Ульянова? Учитесь. И не важно, какая там ставка у судьи в поле. Главное уметь судить, как нужно системе. Перебирать количество оторванных голов этим человеком бессмысленно. Но можно вспомнить одну уникальную игру, которая заслужила переигровку. Итак, Четман выбрасывает мяч. Идет взаимодействие. Топоров! Это невероятно! Невероятно! Сергей Топоров забивает этот мяч. Он уложился в три десятых секунды. Четман дирижирует болельщиками. Потрясающая концовка! Просто невероятно! Дело номер семь. Сломленный губернатор. Итак, от Сергея Брухова мы переходим к вышеупомянутому Владимиру Брухова. По его личному мнению, наверное, есть только он и никого больше. Даже никто рядом и близко так не стоял с начала лета исчисления баскетбола. Живет мечтой выиграть у ЦСКА уже более 30 лет и думает, что готовит молодежь для российского баскетбола. При этом системно заряжает судей на матчи дюбал и молодежки. Дядька серьезный. Был в 90-х очень богатый человек. Пока Путин не пришел и не прибрал всю нефть к своим рукам. Ну, бизнес Радика был основан на нефти в 90-х. Пробовал даже на губернатора в Саратове пойти в 96-м году. Но его обломали, так как он маловато занес. Собственно, у него и в баскетболе так. Зарядить судей, а потом их кинуть. Вся суть отношений между Радиком и людьми. Точно так же он относится и к тренерам, и к игрокам. Там же в 90-е сформировался главный принцип Радика. В работе с судьями. Взял деньги, значит заключил сделку. Если ты отстоялся, но при этом результат достигнут, деньги ты все равно не получишь. Этот человек заряжает всех и всегда. Никакие победы не случаются бесплатно. Поэтому Радик и меняет тренировка к перчатке, потому что знает цену своим победам. Кого и когда заряжал этот человек, говорить смысла нет. А вот про забавные случаи можно поговорить. Про машину для баскетбола мы уже рассказывали. А вот про прямой удар Сережи баскетбола нет. Так вот, забегает как-то в истерике Радик, все как обычно, в раздевалку и втаскивает баскетбол по лицу. Комиссара в тот момент не было, чтобы зафиксировать инцидент. Но когда вернулся, он просто отказался верить в Сереже на слово. Понятно, что был уже заряжен. И дело замяли. Потому что напарник... Вообще со страху слился и сказал, что ничего не видел. Ну а вообще это нормально для Радикова, потому что он всегда ходил с охраной и очень часто тыкал пистолетом в лицо судья. В 90-е такие мэтры, как Дмитров и Геннадьев просто отказывались ездить в Саратов именно по этим причинам. И одними из последних, кто действительно волновался за свою жизнь, были Женя Митров и Сережа Митрова. И никто ни разу не защитил арбитров. Ни РФБ, ни ВТБ. Радику всегда все сходило с рук. Крутой дядька. В течение долгих лет судейские вопросы Радику помогал решать кубики. Но так как Радик всех постоянно кидает, и Радики ссорились по несколько раз за сезон. И сейчас, последние несколько лет, эта связка вообще не работает. В какой-то момент Куня начал брать деньги вперед, но и эта схема долго не прожила. Да, Куня делал результат практически везде. И в дюблах, и чемпионство в Суперлиге 2014 года. Какие-то эпизодические победы в Единой Лиге ВТБ. Но сейчас Куня нет. А Радик решает вопросы через алкоголика Лешу. Который в прошлом даже брал свисток в рот. И имел близкую связь с дочкой Бычкова. Бычков. Один из мастодонтов советского судейства. В общем, для редакции Радик человек не очень. Хотя для российского баскетбола где-то и молодец. Но на этом все. И да, мы пока тоже не знаем, почему Сергей Курасов так часто судит Автодор. И помогает им побеждать. Нужно провести расследование. Дело номер 8. Сергей Курасов – легенда, глыба, ледокол. Получив категорию Фиба, один из самых молодых в Союзе и таким и оставался до его распада. Обладал навыком, как никто другой чувствовать современные тенденции. А особенно денежные потоки. Поставленная речь, умение насрать в уши и тонкое чувство момента всегда приводили Фому в денежные места. И здесь также нет никакого смысла перечислять, где и когда брал Фома. Брал он у всех и у всех по-разному. Но самое главное, что слушатели или читатели телеграм-канала «Свисток как оружие» уже поняли, что Фома – это главная крыса российского баскетбола. Ооо, такие мысли крысины пошли. Ооо. Взять кассу на всех и раздать намного меньше, чем положено – это и есть та самая философия Фомы. Сам никогда не любил мутить какие-то темы, но всегда предпочитал быть денежной прокладкой. До какого-то времени был там адой, ну, пока здоровье позволяло. А так был всегда главой шумной компании, пил как слон, да и засадить какой-нибудь шалави в бане – всегда пожалуйста. Лишь бы это было на халяву. Собственно, поэтому подвешенный язык Фомы всегда был ему в помощь. Лиза блюдить, петь дифирамбо – это он всегда умел. И если какая-то тема срывалась, то виноваты все, кроме него. Какое-то время сидел на химках, разводя господина Бычкова на международном уровне. А также любил засунуть сынулю в команды. А те только и мечтали о судейском иммунитете. Правда, это почти никогда не помогало. Мальчик был с психическим расстройством, поэтому даже судьи не спасали. Финал Кубка России 2015. И вот его на коне – финал Новосибирск-Динамо. Сынуля, соответственно, играет за Динамо. А папа берет угол тогдашнего президента Динамо. Один миллион рублей. Объявляет Кубку по 100 тысяч рублей, но Чуйка в тот раз подвела. Новосибирск победил. Отсутствие мотивации у двух заряженных арбитров было налицо. Ну а после, естественно, к Фоме последовали претензии. Ну и такими жертвами комбинации, как папа-сын, в свое время были Самара, Приморье и... Буревестник. На международной арене Фома успел выстроить отношения. Подарочки за счет клубов, бижутерия, посиделки. Любил пригласить выпить своего европейского друга Кшиштофа. Через которого, собственно, и продвигал свои интересы в Европе. Но главный косяк Фомы – это, наверное, история с КБА и долги простым смертным судьям. Мало того, что были постоянные поборы с судей на ФИБА для продвижения, так еще и на святую зарплату у этих же судей кидали. Не кидали, а кидал. Один человек. В последний год правления первой судьям перестали выплачивать зарплату и на сезонном семинаре. Поэтому в январе ведущие судьи договорились, что с 1 февраля они приостановят свою деятельность, тем самым дав федерации всего две недели на решение вопроса. И в этот момент, когда федеральный должен был поддержать своих коллег-судей, вместо этого он начал обзванивать их и говорить, что они все отдаст, и умолял вернуться на работу и продолжать судить. И что по итогу? Многие судьи были кинуты примерно на сумму от 50 до 400 рублей. Это примерно полугодовая зарплата для судей различного уровня. Естественно, это и вскоре не стало. Судьи ничего не получили, а Фома остался при своих деньгах, ну и долгах тоже. Данный эпизод в карьере Фомы, как ничто другое, показывает любовь к деньгам этого человека и ни к чему более. Фома обещал вернуть все долги по зарплатам судьям, но выплатил лишь половину за последние 5 лет. Остальную половину он обещает вернуть, но эта бравада пока сходит на нет. Так и правильно. Зачем думать о людях, когда надо думать о себе? Как вы видите, в России нет ни одного судьи, через которого бы не прошли деньги Фомы. Особенно молодежь. Фома верил в идею вырастить свою команду, но в дальнейшем люди понимали, что это за тип, и каждый отказывался от патронажа смоленской легенды. Сейчас же Сергей Геннадьевич нашел контакты со своим старым врагом Храбаковым. Решает свои вопросы на международной арене, курирует матчи, комиссарит в единой лиге ВТБ. ВТБ как будто никуда не лезет, но по большому счету ему просто не дают. Тихо копает песочницу Росатома и ждет своего шанса. Дело номер 9. Он вам не овца. Семен Ов... Он же Сеня. Конъюнктурщик по жизни, что дало ему способность развиваться при любой власти. Начинал с разного функционала в РФБ, ПБЛ, да и менеджером по билетам был. И в назначениях участвовал при ЧТОВе, где сам себя назначал на Суперлигу А. И как следствие развивался с сумасшедшими темпами. Ну а с ФРМ он, кстати говоря, сблизился ради того, чтобы получить заветное ФИБА. В те годы ФРМ еще был при делах и сколотил очень молодую и сильную шайку вокруг себя. Из таких людей, как... Оф... Оленко... Ветров... Зимович... Бердеев... Бердеев... Жиловик... Олимпов... Дрекоп... Все эти ребята платили ему за грезы А.ФИБА. И исполняли все его команды. А ФРМ он же доил клубы, обещая результат руками этой команды. Семен был талантливый головорез. И быстро пошел по карьере вверх. Установив прекрасное отношение с клубами-заказчиками. И когда пришло время смены власти, когда Хлопов сделал ФРМ обычным комиссаром, Сема поменял курс и стал близким другом Хлопа. Сема начал работать смело и безнаказанно. У него была страховка на всех уровнях. Ой, сколько много голов полетело из-за него. Капуста летела со всей страны. ЦСКА, Химки, УГМК, Автодор, Курск. ФРМ или все. Наш мальчик держал нос по ветру и очень мало ошибался. До плей-офф единой лиги ВТБ 17-18, когда пришлось выбирать между ЦСКА и Химками. Естественно, он выбрал первых. Поэтому все лето Сеня просил прощения у Химок. Просил дать второй шанс. И Химки ему дали второй шанс. И УГМК даже тащил Химки в течение всего регулярного сезона. Но стоило начаться плей-офф, как тут же Сема перешел на сторону ЦСКА. После этого вход в тренажерный зал Химок был навсегда закрыт для Сени. Ну а чтобы понять настоящий уровень цинизма от Сени, надо просто рассказать, как он стал лучшим другом Леши Голдова. Причем он стал лучшим другом в то время, когда папа Леши Голдова еще имел вес на международной арене и любил палить говном российских судей. Так вот, господин Углев, умный малый, позвал Лешу свидетелем на свою свадьбу. А его отец в нужный момент промолчал и не стал поливать говнищем в уши Алана Кжерцену. И Сеня зашел в обойму Евролиги. В Евролиге Семен себя не проявил и даже был на грани вылета. Но его спас поляк Кшиштоф Калевский. Цену сделки мы, конечно, не знаем, но бесплатно там не дают. Ммм, что-то многовато, мы говорим про нашего Сеня, много чести. Ну, в общем, Сеня, как и все арбитры, любит побухать, сходить в баню, выебать шлюху. Настоящий пример молодого судьи для молодых судей. И, кстати говоря, личный куратор Маргариты Соковой. Ну, все, ладно. Молчим, молчим. Ну, а теперь рубрика «Нам пишут». Здравствуйте, уважаемые борцы за справедливость. В продолжение темы Семена Овенова хотелось бы рассказать вам одну очень интересную историю. Личным кураторством над Маргаритой Петренко, она же Букова, этот человек не ограничивается. Началась эта история на отборочно-квалификационном лагере в Москве в 2018 году. Судья из уже упомянутого города Ростов-на-Дону, Анастасия Тюбаная, провела этот турнир достаточно посредственно. И, по мнению большинства экспертов, не проходила в состав арбитров четвертой корзины. Однако Семен разглядел внутренний потенциал данной девушки. И своим авторитетом начал убеждать экспертов, что она должна попадать в четвертую корзину. И чуть ли не поручился за нее. В итоге, конечно же, в последний момент Анастасия оказывается в числе счастливчиков. Начинается сезон 2018-2019. И после первой половины сезона Анастасия уверенно занимает предпоследнюю строчку рейтинга. И оказывается в зоне вылета. Естественно, Семен не мог допустить вылета своей протеже. Ведь это ударило бы по его профессионализму в глазах экспертов, которых он убеждал в профпригодности. И тут началась активная работа. Семен брал ее игры к себе в просмотр. Ставил ей высокие оценки. Был в постоянном контакте с конкурентами. Узнавая позиции Анастасии по сравнению с другими конкурентами. Просил в просмотр их игры. Занижал им оценки. Только чтобы всеми правдами и неправдами спасти молодой талант от вылета. И, конечно же, работа дала свой результат. Анастасия осталась в четвертой корзине. А вместо нее вылетел кто-то другой, став просто пушечным мясом и заложником системы и ситуации. Совершенно случайно Анастасия летом переезжает жить в Московскую область. Вступая в коллегию судей города Москвы. И в новом сезоне Семен продолжает работу по курированию талантливой девушки. Звонки комиссарам, которым он не стесняясь говорит о протежировании и намекает на то, что нужно ставить высокие оценки. Анастасия спокойно продолжает отдавать ее игры в просмотр Семена. И он делает свое дело. Такими темпами уже очень скоро у нас появится очередная потенциальная судья ФИБО слабого пола. Да только вот Семен не сможет на площадке за нее принимать решения. Но это уже совсем другая история. Дело номер 10. Заключительное дело. Все это время мы рассказывали о коррумпированных судьях, коррумпированной системе. Но все это невозможно было бы без денег клубов. И если бы в один прекрасный момент все клубы перестали давать взятки, эта система бы рухнула. И такой случай в российском баскетболе был. В 2013 году, когда победила Аннеева, Владимир с трибуны сказал «ПБЛ – это были лучшие соревнования со времен СССР». И это было действительно так. В первом сезоне ПБЛ все топовые клубы договорились играть честно. И ведь играли. Но топ-клубы слишком часто стали проигрывать. Поэтому все договоренности сошлись на нет. Ведь гигантские бюджеты надо как-то отбивать и защищать. Коррупцию порождает желание обойти правила игры за счет тайного ресурса, направленного на возможность интерпретации правил в свою пользу. То есть обычного судейского свистка. И в профессиональном спорте защитным механизмом от интриг, сменяемости власти защищает лишь победа. На этом и стоит вся коррупционная идея. Решения принимают ни тренеры, ни игроки. Их принимают руководители и отправляют решать вопросы свои доверенные лица. И здесь в последнем деле мы создали подборку самых коррумпированных людей и клубов, которые напрямую ведут переговоры с судьями или федерацией. И еще раз, поймите, за каждым решением дать взятку стоит руководитель. Мы их можем не встречать, мы их можем не видеть. Это может быть сделано через доверенные лица. Многие остаются за ширмой. Вот и получается, что в систему втянуты все. Функционеры клуба, комиссары, судьи, тренера, ну и отчасти игроки. И вы спросите, а где же доказательство? А доказательство по сути было лишь одно. Это запись на матч из Динамо. И мы не хотим никому ничего доказывать. Мы просто хотим напомнить и сказать о том, что в любой момент ваш разговор могут записать либо по WhatsApp, на диктофоны. Вас могут снять камеры, в конце концов. А пока эта информация просто заставит задуматься многих. И если в один прекрасный момент все эти люди откажутся от взяток, от коррупции, вся эта система рухнет, ее больше не будет. И эта миссия, возможно, будет выполнена. Но это не точно. Короче, не хочется описывать структуру каждого клуба и каждую связь. Мы просто остановимся на фамилиях, которые решают судейские вопросы в каждом клубе. Химки. Униска. ЦСКА. Фуэлева. Уникс. Крестников. Зенит. Балаков. Локомотив. Пока не ясно. Нижний Новгород. Автодор. Балаков. Парма. Академов. Енисей. Петровский. Женская премьер-лига. УГМК. Нижневов. Курск. Надежда. МБА. Фуэлевинов. Енисей. Петровский. Ну, а в Видном со времен Суперлига пока тишина. Ну и мужская суперлига. Спартак-приморье. Самара. Казахстан. Сахалин. Санкт-Петербург. Ревда. Горосимов. Буревестник. Петров. Ижевск. Беликов. Уралмаш. Беликов. Сургут. Новосибирск. Петрович. МБА. Все так же. Фуэлевинов. Свисток как оружие. Там всегда вы найдете что-то для себя новое. Всем спасибо. До свидания.